Вы походите. Перед тем, как мы покажем вам самое интересное, что у нас есть, я немножко объясню, чем отличается изучение общей физики, в Московском физико-техническом институте, от изучения физики в других технических узах. Это самая большая аудитория, самой большой кафедры на физике кафедры физики, но ценность кафедры физики не в том, что она самая большая, а в том, что она хребетообразующая, что, на мой взгляд, она главная кафедра МКФИ, потому что она учит самым главным вещам. Прежде всего, она учит правильно думать. Физика – это основа любого естественного научного знания и основа любой инженерной деятельности. Поэтому то, что студенты изучают здесь, наиболее фундаментально. На этом становится все остальное. Это первое. Второе. Общая физика растет из эксперимента. Есть какое-то наблюдение, есть желание провести эксперимент, понять, осознать. И это есть общая физика. Поэтому эксперимента в процессе изучения физики на вестейке много. Ровно половину всех часов, отведенных на изучение физики. А физику наши студенты изучают 6 семестров, то есть 3 года физика на вестейке изучается. И, соответственно, в каждом семестре студенты слушают лекции, решают задачи на семинарах и работают в лабораториях. Время работы в лаборатории – это ровно половина всего времени, которое будет в изучении физики. Но это как бы присказка, а почему, чем отличается физика вестеповская от физики других мест, я сейчас попытаюсь вам объяснить. Вот здесь фотографии тех людей, усилиями которых, я не знаю, гениальностью которых, преданностью которых делал, создано то, что мы сейчас имеем. Это все предыдущие заведующие капиталы, начиная от Нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, заканчивая Анатолием Деонидовичем Глобуновым. Ну, какие задачи ставит физика, я более-менее сказал. Это научить правильно мыслить, научить много работать. Кстати, знаете ли вы, что физика – это единственная естественно-научная дисциплина, которая требует включения обоих полушарий мозга. Вы знаете, что мозги у нас несимметричны. Левое полушарие отвечает за аналитику, за прочные какие-то действия. Правое полушарие отвечает за образные решения, интуицию и так далее. Физика требует включения всего мозга. Так, статистика. Ну, на кафедре физики, ну, что написано, я повторять не буду, но в общем, да, вот масштаб деления. На кафедре физики в общей сложности работает примерно 200 преподавателей. И еще примерно 50 человек инженеров, лаборантов. Ну, то, что называется учебный вспомогательный персонал, который помогает весь этот процесс поставить. В кафедре физики с каждым годом становится все моложе. Ну, старшее поколение в силу естественных причин уходит. Приходят очень молодые, очень такие харизматичные, очень грамотные люди. Вот с одним из них вы познакомитесь после меня. Я передам слово. Я передам слово доценту нашей кафедры, кандидату физико-наук Колдунову Леониду Убмадастовичу. Так, значит, ну, как в каждой кафедре в ВУЗе нам приходится много чем заниматься, не только учебным студентам, а заниматься одним, другим, третьим, четвертым, вот тут что-то написано. Значит, я буду говорить о том, что введено красным круглочком. Творческая компонента в изучении физики и физики. К настоящему времени, я считаю, создана некая система, вот такая пирамида, в основании которой вот этой самой творческой составляющей, в основании которой лежит вопрос по выбору на экзамене по физике, в нем участвуют, ну, все обучающиеся участвуют в нем, вот примерно три тысячи человек, это, значит, участники этого уровня. Следующий уровень – это проектная деятельность, проектка, сотни человек участвуют в нем. Ну и, наконец, вершина пирамида – это люди, наши студенты, которые участвуют в турнире физиков, и которые стабильно в последние годы побеждают на международном уровне. Это, в общем, стоит очень дорогого, на самом деле. Ну, экзамен – это, с легкой руки основатели, это праздник физики, на физике. Каждый экзамен начинается с вопроса по выбору. Студент заранее готовит вопрос, это может быть, там, рассказ из параграфа, какая-то лабораторная работа. Но самые интересные вопросы – это те, которые, эксперименты, которые делают студенты. Что-то из того, что делают студенты экзамен, вы могли видеть сегодня, вот, и еще вы сможете увидеть, значит, в пае приходят, это тоже, что они занимаются на экзамен, ну и много чего другого. Значит, из этих вот идей, ну, сделанного из, ну, вы видели, да, там, многое сделано из каких-то пластиковых, бутылочек, коробочек и так далее. Но это идеи, из которых потом рождаются новые лабораторные работы, новые эксперименты. Ну, и, в общем, все это проходит довольно жило, картинки какие-то тут есть с экзаменом. Что получается, чем кончается, вот, если ты успешно выступил с этим вопросом по выбору, что тебя ждет? Тебя ждет моральное поощрение, на сайте сообщается всем, кто у нас молодец, кто победил. Ты получаешь сертификат победителя и небольшое денежное вознаграждение. Если, как бы, еще больше повезет, ну, до того, как начался ковид, началась пандемия, мы с этими победителями ездили у нас на международные конференции, из этих работ получались публикации, ну, в общем, ты уже с молодых ногтей, там, с второго, третьего курса, как-то включаешься в эту группу, то, что является содержанием научной деятельности. Что такое курс «Проектная деятельность»? Это второй этаж, второй этаж пирамиды, которую я рисовал. Значит, некоторым нашим студентам, а студенты у нас сильные, там, средний балл, оно просто зашкаливает, да? Сейчас средний балл по ЕГЭ поступивших на диспет, он самый высокий в России, выше даже у ДИМО. То есть, вот, традиционно, у ДИМО все хотят быть дипломатами, все хотят РЖЭ, и всех имеют более высокий балл, чем даже у ДИМО. Это уже несколько лет прохоряется. То есть, это сильные ребята, которые к нам, и многим из них бывает довольно скучно сделать лабораторные работы по описанию. Ну, вот есть книжка, есть по описанию, там, поверни, ручку труда, снили показания прибора, это скучно, а интересно решать какие-то задачи, которые вполне себе похожи на научные задачи. И вот такие люди, значит, вместо практикума обычного по физике выполняют курс вот этой практической деятельности. То есть, ставится какая-то задача, которая вообще непонятна, имеет она решение, не имеет она решения, какие физические явления законно надо привлекать, какие опыты, какие изменения надо проводить, для того, чтобы получить ответ. Такая вот по-настоящему творческая задача, по-весе для научной. Такие, значит, студенты у нас есть. Ну, соответственно, если есть такие студенты, если есть вопросы по-другому, должно быть место, где люди бы занимались экспериментальной работой. Такое место есть, это большая аудитория, ну, по площади, наверное, половину вот этого зала, по площади, где есть инструменты, где есть приборы, куда можно прийти и где можно работать, чтобы не делать это на коленке, в общежитии или у себя дома. Ну и, наконец, международный турнир физиков. Почему я говорю, что это важно? Значит, если кто-то из вас, из школьников, которые участвуют в турнире физиков-школьников, то объяснять, как это происходит, не надо. Значит, ну, и тем, кто не знает, я объяснять не буду. Это, ну, как-то, не хочется занимать ваше время. Но что-то состоит в том, что есть международные олимпиады по физике для школьников, а вот студенческой олимпиады по физике международной ее просто нет. Поэтому турнир физиков – это единственная здраво за состязание, где вот могут разные, ну, в последнее время там порядка 20, больше 20 стран участниц со всех абсолютно континентов, из Америки, там, и за какие-то, из Атарктиды точно нет, и за какие-то не знают. В общем, это все же встречаются, между собой состязаются. Причем, надо понимать статус этого соревнования. Это состязание в решении вот таких вот нестандартных задач. И я бы сравнил вот участие в турнире физиков с, ну, аналогия такая, вот можно соревновать по легкой атлетике, да? Для того, чтобы соревноваться по легкой атлетике, нужно одеть трусы, обуть феды, и ты побежал. Хорошо, ты побежал олимпиад, ты бежал к тому вопросу, но ты готов бежать, участвовать в соревнованиях. И есть флотва один, где для того, чтобы участвовать, надо иметь хорошую команду, хорошее техническое оснащение, иметь помощь и, в общем, серьезно к этому готовиться. Турнир физиков – это формула один. И я, в общем, горд тем, что студенты наши уже три года подряд оказываются лучшими в мире. Вот эти замечательные лица. 20-й год, 21-й год. Ну, как проходит турнир физиков, я не буду рассказывать, в общем, не за это мы сюда пришли. Ну, и результаты, значит, хорошо решенная задача – это предмет для публикации. Публикационная активность – это то, на чем сейчас вот, ну, вот, 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 вот. Нет ничего важнее, да, для человека, который занимается наукой, чем, чтобы много были публикации в каких-то точках, такой рейтинговый журнал. Позиция, на мой взгляд, спорная, но вот такие правильные игры, поэтому в публикации в степи решенную задачу получаешься. Ну, и, ладно. И что, мне кажется, еще важно, да, вот, два года поединения, когда мы работали практически в таком дистанционном формате, преподаватели не видели студента, живьем студента между собой, не общались вот так вот, непосредственно, и это очень плохо. Как-то все это объединяет, каждый оказывается сам по себе, а опыт показывает, и не случайно было так задумано, что вот здесь, везде, а вот тут вот, в тот городок, все это вместе, все это такой единый какой-то котел, в котором студенты валились 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это вот общение между собой – это очень важно. Мы сейчас пытаемся эти формы общины, когда студенты в двух группах учат друг друга, обменивая сознаниями, эти формы восстановить. Ну, и спасибо нашим партнерам. Значит, есть коммерческие структуры, есть успешные наши выпускники, которые преуспели только в науке, но и в других каких-то направлениях деятельности, которые активно нам помогают. И спасибо, спасибо и за это. Я не буду больше занимать ваше внимание, а поскольку общая физика – это эксперимент, эксперимента много, мы хотим показать вам те эксперименты, которые студенты видят у нас в процессе слушания лекций. Лекции сопровождаются экспериментами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова